Вы хотели бы, чтобы Россия нанесла ядерный удар по США? Нет конечно. Упаси Боже, вообще нет. Почему? А зачем? Да нет конечно. Да нет конечно. Ну разумеется нет. Нет. Почему? Ну я позитивно мыслю надеюсь, что очень много народу же может пострадать. Нет. Полный бред. Почему вы так считаете? Потому что это невозможно. А что невозможно? Оружие есть? Желание у многих тоже есть? Ну потому что мозги еще никто не отменял. Поэтому этого не будет. Нет. Вы хотели бы, чтобы Россия нанесла ядерный удар по США? Нет. Почему? А зачем это надо? Ну вот у нас многие винят Америку во всех бедах в России. Правительство сказало, что оно расшатывает экономику российскую. А ядерный удар здесь при чем? Потом последует ответный. Что от земли останется? Не считаете, что они виноваты во всех бедах в России? Мы считаем. Но этого не надо делать все равно. Так надо на них воздействовать? Ну не знаю. Ну не знаю. Наверное переговорами какими-то. Может быть они сообразят все-таки, что не надо так все вести. Нет. В каких бедах они виноваты? Виноваты. Они спонсируют все эти организации, которые... Но тем не менее ядерный удар это слишком. Как надо с ними бороться? А так как Путин борется жестко и по-вольбому. Он вот в сантиметре от этого, чтобы бомбануть по ним? Вряд ли. Человек он умный и прагматичный. Знаете, я считаю, что наши внутренние проблемы, проблемы нашего государства это исключительно... Ну что-то такое наше внутреннее. И вряд ли Америка могла бы повлиять как-то. То, что доллар подскочил, да, конечно, это плохо. У нас машины подорожали. Упал рубль. Доллар остался на месте. Доллар упал. Рубль упал. Ну это, конечно, плохо, что рубль упал. Но я считаю, что никак не влияет Америка на наше внутреннее устройство государства. Нет. У меня на это свое мнение. Я считаю, что нас дезинформируют как из той страны, так и с этой. Вот так. У нас правительство говорит, что Америка расшатала нам экономику. Ну, как в это можно верить, мы же не знаем об этом точно. Я говорю, я считаю, что все-таки дезинформация какая-то есть. Я нейтрально отношусь и к одной, и к другой стране. Как бы что будет, то будет. Ну, я за мир. Читаю, нужно решать другими способами конфликты. Вы считаете, что они в чем-то виноваты в России? Кто виноват? В проблемах вот в России Америка виновата? Думаю, нет. Не слышал такого. Вы так не считаете, да? Нет. В России? Слушайте, не знаю, я не могу судить. Но, как 50% да, 50% нет. А в чем они виноваты? Нет, это я не знаю. Это я просто даже сформулировать не могу. У меня есть мысли по этому поводу, но я их не буду озвучивать. Во всех бедах России? Нет. А вы не считаете, что Америка виновата во всех бедах в России? Да нет, конечно. Кто виноват? Сами виноваты. Скажите, вы считаете себя умным человеком? В общем-то, да. Почему я должен считать себя глупым? А вот умный человек – это какой? Ну и вопросы у вас. Сразу и не скажешь. Наверное, тот, который трезво оценивает ситуацию. Уже нет. Ну, каждый, я думаю, считает себя умным. Но по сравнению, когда ты уже до такого возраста дошел, то понимаешь, что другие умнее значительно. Я думаю, что да. Почему? Ну, если брать общепринятые параметры поведения, образования, как у нас говорят, анамнез, то думаю, что да. Я тешу себя надеждой, но как бы… Да нет, не особо, если честно. Смотря в сравнении с кем. С общей массой. С общей массой. Ну, масса – это всегда очень что-то сложное. Ну, не знаю. Думаю, думаю. Нет, хотелось бы. Вот так, хотелось бы. Тяжело так об этом сказать. Считайте вы себя умными людьми. Недостаточно, наверное, недостаточно. Скорее всего возраста еще, необразованности какой-то. Ну, как-то так. Ну, да, да, я согласна. Ну, это какой-то провокационный. 50% да, 50% нет. Нет. Почему? Ну, не считая себя умным человеком. А кто умный? Умный? Ну, таких единиц вообще. Но они есть, да? На момент времени их единица, да. Ну, я так считаю. А фамилии можете какую-нибудь? Они скрытые. Вы считаете себя умным человеком? Нет. Почему? Слушайте, ну... Наверное, потому что не могу ответить на этот вопрос. Не знаю. Потому что нет предела совершенства. И что значит быть умным? Можно быть умным в какой-то одной, двух, трех областях. Но назвать себя полностью умным ни у кого не получится. Извини. Ну, в меру. В меру умные. Мы люди образованные, интеллигентные. Но умные это относительно чего? Относительно кого? Если считать, что, не знаю, ум Тургенева, конечно, и мозг у него тяжелее, и, наверное, умнее он, чем мы. Путин тоже умнее, чем мы, но есть люди, те, которые менее умные, поэтому... А Путин-то что умнее? Путин, вы считаете, не умнее, чем мы? Очень даже умный мужчина. Какой у него самый умный поступок? Какой у него самый умный поступок? Которого мы бы не додумались. Ну, я считаю, что Путин Россию поднял после Ельцина. Путин очень хорошо поднял нашу страну. Мы ее видели после той жизни, которую мы видели. Сейчас жизнь лучше.